Приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу проверить, как китайская губка-мочалка кухонная справится с вот такой вот проблемой. Это кастрюлька небольшая, да, и в ней горела картошка. Ну, такое бывает. У творческих людей что-то на кухне иногда горит. В этой кастрюльке варилась картошка, потом она жарилась, а еще чуть позже она и вовсе сгорела. Естественно, кухонная губка, обыкновенное моющее средство с таким делом не справились. И даже вот этот ежичек железный тоже не справился. Думала, может, уже пора ее выкинуть. Но на Алиэкспрессе нашла вот такие вот губки. И как обещает нам реклама этих губок, что они должны убирать все, и жир, и галь, и налеты, то есть все, что угодно. Вот я и проверю, справится ли этот китаец с такой вот проблемой. Итак, приступим к проверке. И для начала, как написано в инструкции, мне нужно смочить немного эту губку и сполосну немного, ну, буквально водой опрыскну кастрюлю, чтобы она не была сухой. Ну вот, я вернулась в кухне, намочила, мокренькая, тут тоже мокренькая. И уже прям горю нетерпением, работает ли это или нет. Сейчас увеличу и начну драить. Вот, еще раз вам покажу. По стенкам, дно, все вот это горело. Естественно, с обратной стороны. Ну, сейчас проверим. Вот, немного прикоснулась с этой губкой, и видите, она уже черная. Так, с этой стороны тоже, со всех сторон. Так, прошлась по стеночкам. Как видите, со стенок сошло. Налет, грязь, гарь, со стенок она сошла. Ну, и, в принципе, без особых усилий. Губка еще чернее стала. Сейчас буду драть дно. Так, а тут, видать, нужно приложить усилия, чтобы видно было вам. Ну, вот, смотрите, сполоснула я кастрюльку. Еще чуть водички осталось. В принципе, гарь вся чистенькая, все ушло, почистила эта губка. Вот, что с ней, кстати, произошло. Она вместе с грязью вот крошится, стирается, как резинка. И становится ее меньше и меньше. То есть, она одноразовая, недолгосрочная. Но я вижу, что вот эти штукенсии, они никуда не ушли. Это как покрасилась сама, что ли, гарью этой чернотой кастрюля. И она уже не чистится, она уже не хочет убираться, счищаться. Вот, сильно я прикладываю усилия, чтобы убрать этот узор, который оставила горение. Но, ну, не сильно-то и хочется убираться. Оно не хочет убираться никак. Похоже, это максимум. На что способна эта губка? Ну, или со временем, если чаще вот так вот делать, с каждым мытьем, может, это, эти следы уйдут. Или подольше сидеть, подрать, даже не знаю. Фух, устала. Так, ну, в принципе, она быстренько, эта губка справилась с вот этим нагорелым налетом, стыгарью. Но не до конца, правда, почистилась. То есть, можно, нужно прокипятить еще, еще раз попробовать, и тогда получится. Теперь я хочу попробовать с обратной стороны этой губкой почистить. Посмотреть, справится ли она с этим налетом и с этой стороны гарью. Вот видите, видно, как губка, она стирается, крошится и стирается. Но, тем не менее, налет, грязь, эта гарь, она никуда не уходит. Надо тут прикладывать максимальное усилие. Да, если максимально нажимать, то, в принципе, смотрите. Вот видите? Было такое, стало такое. Нет? Такие она может убрать. Ну, тут нужно прикладывать уже максимум усилия, скажу вам сразу. Здесь лучше, знаете, что взять кастрюлю, вот эту губку, вручить это все мужику, и хасидыть, и драить. Прикладывает все свои усилия, мужскую свою силу и дурь. Вот это все дело. Сейчас здесь нужно действительно хорошенько так потрудиться. Но, тем не менее, губка справляется. Видите? Есть разница. Вот, налет, гарь, и там, где я поработала губкой. Но, надо максимально прикладывать усилия. Так что, напрягайте своих мужиков. Пусть они этим занимаются. Заодно подкачаются. Ну, такая четверочка с плюсом, скажу так. Но, по сравнению со всеми средствами, что мы имеем на сегодня, да, выбор в магазине, тут же Ферри, Гала, еще какая-то хренатень, то это действительно выигрывает в этом. Ну, это просто десяточка тогда, по сравнению с теми моющими средствами, что мы имеем на сегодня, да, какой выбор в магазине. Но надо попотеть, конечно. Так, в принципе, работает. Вот, я вам показала, что это работает. Такие губки продаются в Алиэкспрессе. Я думаю, что уже все знают этот сайт и не раз заказывали там. Так что, ищите на Алиэкспрессе такие вот губки для чистки посуды, плиты и остальной кухонной принадлежности. А в следующем видео я хочу попробовать почистить чайник снаружи. То есть, я его не буду специально мыть, да, снаружи. Пусть он там у меня стоит, еще загрязняется. И хочу попробовать, как вот губка справится с чисткой чайника снаружи. Не внутри, а снаружи. То есть, поверхности. А эту кастрюлю, пожалуй, дочистит мужская рука. И в следующем видео, когда я буду чистить чайник, я вам покажу эту кастрюльку, как она почистилась. Ну, если вам было это видео полезным, интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот такое вот оно у меня получилось. Немного такое экспериментальное. Так что, до новых встреч. Пока-пока. Ну, а вот так вот выглядят сами губки. Вот они пришли в такой упаковке. Их тут 50 штук. Поштучно они не продаются. Вот, видите. Поштучно они не продаются, и, в принципе, нет смысла поштучно их покупать. Нужно сразу брать упаковкой, так как они стираются. Просто рассыпаются, стираются во время того, как вы чистите посуду, либо какую-то еще кухонную принадлежность. Вот, поэтому нужно брать упаковкой, и, в принципе, они упаковками и продаются. Вот так вот приходят с Олэкспресса, с Алиэкспресса. В таких вот упаковочках. Можно эту упаковочку разделить на родственников всех, дать им на пробу. Так что, и, в принципе, недорого. Сейчас я не вспомню, сколько это стоит. Но вы можете на Алиэкспресс зайти и поискать, заказать себе такие губки для чистки посуды. Так что, теперь точно на этом все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok